Путин в интервью к Такеру Карлсону рассказал про крещение Руси, глупого Ленина и готовность к переговорам. Предсказания Пригожина сбываются. Сырский сменил заложенного, русский главком на посту Вооруженных сил Украины. Зет-военкор Марат Хайрулин подает в суд на пропагандиста Владимира Рудольфовича Соловьева. Американские чиновники признали, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит ракетой «Патриот». Пожары продолжаются. Взрыв газопровода и цистерн в Пермском крае, пожар в многоквартирном доме на севере Москвы, в ангаре в Санкт-Петербурге. Надеждин отрекся от своего промоутера Каца. Как же так? Как же единение либералов? Власти закручивают гайки. Расширился список музыкантов и групп, запрещенных концертной деятельности на территории России. Многие российские города тонут в сугробах. Чиновники зовут горожан выйти на уборку улиц. Дышите глубже. Котельных на угле в Новосибирске станет больше. Власти резко вспомнили о нравственности. В Москве массово закрывают секс-клубы и отменяют секс-вечеринки. Срочно прикрыть срамные места потребовал Расул Ахиареддинов. Негодование общественника вызвала скульптура «Родина-мать в Волгограде». Добрый день, дорогие друзья. С вами Павел Иванов. Это очередной обзор всех главных новостей за прошедшие сутки. А начнем мы, пожалуй, не с самой хайповой новости, не с путинского интервью нашумевшего. Начнем мы с Владимира Рудольфовича Соловьева, на которого внезапно, знаете, по принципу, нашла коса на камень, которого внезапно вызывают в суд. Ты же скотина конченая, ты же враг, ты же мразь подстрелковская, которую Славинск сдал и которая потом бежала из Донецка, потому что его местные чуть не убили. Который пытался поднять мятеж и разрушить полдонецка, потому что в развалинах Гиркину воевать было удобно. История просто фантастическая, достойна какой-то отдельной, наверное, экранизации. Владимир Соловьев рассказывает, какие мерзавцы люди Стрелковы и, видимо, сам Стрелков просто матюками практически кроет их за то, что они за что. Плохо воевали с 2014 года на Донбассе. Их вся страна поддерживала, а они такие-сяки. Подождите, а наше государство это страна или нет? Я что-то не помню, чтобы Владимир Владимирович Путин или министр обороны Шойгу или премьер-министр Медведев как-то помогали Донбассу в 2014-2015 годах. Когда все начиналось, где было наше доблестное государство? В общем, теперь российская власть должна будет сказать, что же важнее. Реальные патриоты, которые защищали Донбасс, 10 лет до того, как стали платить зарплаты хорошие военнослужащим контрактникам, до того, как туда начали сливать военные бюджеты, пропагандистские бюджеты, кто там за 20 тысяч рублей сражался многие годы в обороне Донбасса. Или вот такие вот говорящие головы, как Владимир Рудольфович, ну или, например, я. В зону СВО из Зеленодольска отправили 25 тонн гуманитарной помощи на сумму порядка 8 миллионов рублей для два автомобиля УАЗ для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. В Лисичанскорубежное доставят стройматериалы, продукты, одежду, печки. Поддержка бойцов СВО – одно из приоритетных направлений в нашей работе. В 23-м году мы отправили 24 гуманитарных конвоя на 120 тонн. Молодцы, молодцы. Только знаете, что выяснилось? Выяснилось, что два автомобиля, которые отправили для нужд фронта, оказались старой рухлядью, что ездить на них невозможно. На те, боже, что мне не гоже. Мусор отправляют на нужды фронтовиков. Неделю назад, ладно, полторы недели назад прогремел скандал в Ростовской области. На свалке обнаружена гуманитарная помощь. То, что отправляли детские открытки, письма на фронт, самые разные компоненты гуманитарной помощи выкинули. На свалку. И вот, это не на свалку, это прям солдатикам. Вот вам, ребята, машины. Мне, пожалуйста, за помощь фронту выдайте медаль. Я прекрасный чиновник. Но вы этим пользоваться не сможете. В Зеленодольске немножечко назревает скандал. Что внуки должны знать о своих дедах? Министр иностранных дел Германии Аналена Бербок, которая любит рассказывать о своем дедушке Вальдемаре. В 1913-2016 годы. То есть, больше 100 лет прожил человек. И уроках, извлеченных из его военной истории, теперь задает себе этот вопрос. Обнародованы архивные документы, свидетельствующие, что Вальдемар Бербок был не только офицером вермахта, но и ярым сторонником национал-социализма. Ё-моё, граждане! Фантастика! По интернету ходил огромный миф, что у Шольца дедушка был нацист. Это фейк. Да, были нацисты, внешне похожие на Шольца, но это не его родственники. А вот у Аналена Бербок, министра иностранных дел Германии, реальный дедушка был абсолютный нацист. И умер он не так давно. И только сейчас, через 11 лет... Нет, через сколько тут? Через 8 лет после его смерти архивы были раскрыты. И теперь эта внучка настоящего члена национал-социалистической партии Германии, сторонника Гитлера, будет рассказывать, какие русские плохие и как нехорошо они притесняют нынешнюю киевскую власть, дорогие друзья. Но это, по-моему, песня. Это, по-моему, сказка. И это прекрасный переход к нашему разговору об интервью Путина, крупнейшему ведущему американскому журналисту Такеру Карлсону. Но для начала, короткая пауза. Из обзора в обзор становится очевидно со стеклянной ясностью. Наша чудесная власть перед выборами стремится не замечать каких-либо проблем на земле у простых граждан. Зарплаты у нас высокие, социалочка отменная, дороги ровненькие, никаких дефицитов лекарств, никаких подорожаний яиц. Дорогие друзья, 21 век, 2024 год, это год, когда спасение утопающих это в первую очередь дело рук самих утопающих. Это то время, когда не приходится ожидать какой-то манны небесной, что прилетит в волшебник на голубом вертолете и внезапно наша жизнь преобразится. Сегодня я расскажу вам о самом быстром и доступном каждому способу получить профессию мечты, заветную профессию айтишника, а именно бесплатный вебинар от школы Code Breakers. Как зарабатывать на создании сайтов и мобильных приложений без кода? Речь на вебинаре пойдет о самом перспективном направлении информационных технологий, которое позволяет создавать сайты, приложения, веб-сервисы без знания сложных языков программирования. Именно поэтому обучение навыкам занимает не несколько лет, а всего лишь 2-3 месяца. А результативность работы равна классическим программистам. Поэтому сопоставим и доход. За ноу-код специалистами уже сейчас охотятся крупнейшие компании в России и по всему миру. МТС, Сбер, Самокат и многие другие, которые хотят создавать информационные продукты быстро и без лишних затрат. Это возможность для каждого человека, кто мечтал войти в профессию информационных технологий. Вебинар проведет опытный ноу-код разработчик и онлайн-предприниматель Анна Радзиевская, которая уже работала в Яндекс и Клин, создавала бизнесы и продукты для Арабских Эмиратов, Европы и Российской Федерации. Ей точно есть что рассказать. Она ответит на все вопросы и разложит материал по полочкам. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный вебинар «Как зарабатывать на создании сайтов и мобильных приложений без кода» и врывайтесь в мир информационных технологий. «Почему завтра на вас не нажму? И вы опять согласитесь? Ну чушь какая-то, блядь. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну с кем?» Успели заметить, дорогие друзья? Успели? Признавайтесь. Ну-ка еще разок. «Ну чушь какая-то, блядь. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю». Ну чушь какая-то прям. Ну почему-то многие обозреватели, телеграмщики считают, что Путин матернулся. Чушь какая-то... Другое слово. Дорогие друзья, давайте объективно. У меня к Путину безумное количество претензий. Но не нужно выдумывать то, чего не было. Тем, кто за объективность, призыв, поставьте лайк, напишите комментарий, сделайте видео-репост. Присоединяйтесь к нам завтра на стриме хороших новостей, которые еженедельно проходят на канале Не Иванов. Погнали. Что же обсудили? Путин с Карлсоном. Илон Маск повторно опубликовал на своей странице в соцсети X интервью Путина американскому журналисту Тайкеру Карлсону. На Илона Маска в X бывшем твиттере подписано 172 миллиона человек. И он не просто один раз, он два раза подряд опубликовал это интервью. То есть крупнейшие деятели американских СМИ Илон Маск, Тайкер Карлсон, сейчас еще Дональд Трамп подключится, максимально распространяют эту речь Путина. Причем российские обозреватели говорят, что Путин все слил, Путин наговорил, Путин фу, какая мерзость, хочет войну продолжать до победного конца. У американцев восприятие совершенно другое. Американцы говорят, вот, Путин и Карлсон, они как раз дают сигнал, что хотят переговоров, что надо знать правду, войти в положение России, подписать мирные соглашения. На самом деле, у себя в телеграм-канале еще утром я внимательно посмотрел все интервью и в четырех сообщениях опубликовал, о чем шел разговор. Сначала Путин рассказывал про Киевскую Русь, про всю предысторию, про вот эти все сказки Венского леса, которыми нас кормят уже несколько лет, половцы, печенеги, а потом дробления, а потом нас пытались подчинить европейцы, и поляки начали нас окатоличивать, украинизировать, и на самом деле Украины никогда не было, вот эта вот вся тягомотина Владимира Владимировича повторялась, а потом пошли какие-то интересные тезисы. В общем, если говорить коротко, Путин обращался не к россиянам, Путин обращался к Западу, к западным, возможно, во многом избирателям, поэтому можно сказать, что тот же Карлсон, тот же Маск, тот же Трамп, они преследуют, они в этом интервью найдут для себя какие-то удобные вещи, показать, какой дурачок Байден, какие слабые европейские элиты, насколько они сами пилят сук, на котором сидят, ну, например, отказываются от доллара. Доллар мощнейший инструмент, которым Америка контролирует мир, но когда доллар начали использовать для политических манипуляций, вводить против России разные санкции, от доллара начали отказываться по всему миру, и китайцы, и индийцы, и ближневосточные государства, и вот, да, в этом есть логика. Несколько таких тейков Путин задвинул, что, мол, голосуйте за вменяемых политиков. Наверное, намек, ну, логика говорит о том, что главное от Байдена избавиться, Трамп, в принципе, подойдет. Короче говоря, вот такая вот удивительная, чудесная история. Фактически Путин предлагает мирные переговоры, но на наших российских условиях, в надежде, что на этот раз нас точно не кинут и не обманут. Повторюсь, подробности вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, хотя никакой особой эпохальности из этого интервью не получилось. Но главное это то, как отнесутся, как отреагируют на Западе, как отнесутся к этому американцы, британцы, европейцы и так далее. Российские хакеры из группировки Just Evil, что переводится просто зло, утверждают, что смогли организовать атаку и нарушить работу крупнейшего провайдера Польши. Вы мне объясните, зачем, а главное, нахрена. Зачем российские хакеры показывают, что мы просто так будем мешать жить другим людям, другим странам? Это кому надо? Чтобы взрослые дети не могли зайти в интернет, чтобы не работали банковские карточки, приложения банковские, плата за проезд, электронные медицинские карты, там и электронные дневники в школах, у них же там тоже есть всякие такие штуки. Простите, пожалуйста, это что за идиотизм? Это российские хакеры занимаются каким? То есть вместо того, чтобы взламывать Пентагон или генштаб ВСУ, всяких наших оппонентов, военных оппонентов, мы взламываем мирные провайдеры Польши, с которой у нас никакого конфликта официального сейчас нет. Это что за... Хочется выругаться. Курс доллара на московской бирже резко вырос до 93,5 рублей. Евро до 98,5 рублей следует из данных торгов. Казалось бы, Путин приближает конец войны. Путин говорит, что готов к переговорам. Это надо только Зеленского усадить за стол переговоров. Почему-то богатейшие люди, спекулянты, олигархи, обваливают рубль вот прямо сейчас? Или это Эльвира Сахип задавно старается? Что за какие-то странные колебания на бирже? Почему рубль вдруг ослабевает? Вопросы, вопросы. Сотни россиян, проживающих на Кипре, вдруг лишили своих счетов в крупнейшем банке острова Хеленик, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические консалтинговые услуги. Опа! Мы уже слышим, что китайские банки крупнейшие перестали проводить российские платежи за эту неделю. Турецкие банки, а теперь еще кипрские банки. Внимание! Речь идет о гражданах с кипрскими документами, которые не являются налоговыми резидентами России. Друзья, это фантастика. Вы понимаете, что это означает? Речь идет об олигархах, бизнесменах, их родственниках, которые уже живут на Кипре почти постоянно. Поэтому платят налоги не в России, а на Кипре. У них кипрские документы. Поэтому формально с Россией Кипр еще не ссорятся. Ну да, он, конечно, участвует в санкциях, но совсем по беспределу ни у кого ничего там не отнимает. А вот те россияне, которые на Кипр непосильным трудом наворованные, складировали, вывозили, у них вдруг бац! Друзья, у наших олигархов вдруг заблокировали все счета. Они просто лишили счетов. Закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины решения банк не указал. Я напомню, что Кипр, еще там начиная с каких-то 70-х годов, был зоной для финансовых операций Советского Союза. Советская, потом российская элиты. Постсоветская элита. На Кипре полно российских денег. Десять лет назад Кипр, уже первый из мировых офшорных зон, сделал беспредельный шаг. Беспрецедентный, беспредельный шаг. Вдруг они говорят, знаете, у нас кризис, денег не хватает, поэтому у всех, кто держит на Кипре деньги, у всех мы пару процентов возьмем в счет себя. Такой вот налог на богатство. Взяли. Теперь вот новый шаг. Наши олигархи, которые думали, что они тут Россия, рашка-парашка, загнивающая отсталая страна, траливали, мы-то будем жить в Монако, на Сейшелах, на Карибах, на Мальдивах, на Кипре в конце концов. Рано или поздно они потеряют все. Вслед за киприотами, такими же фортелями будут заниматься все остальные офшорные зоны мира. А что, без лоха жизнь плоха. А наши олигархи, это же не самые талантливые, прекрасные люди. Это жулики и воры зачастую. Поэтому и отношения к ним соответствующие. А вот это вот, послушайте, потрясающую историю. С 2023 года мы видим следующее, что логистические цепочки выстроились и в основном очень активно на наш рынок поступили китайские научные приборы, которые в это же время очень активно начали тоже развиваться. И теперь нам уже надо конкурировать не с высокой ценой западных приборов, а с очень низкой ценой китайских, ну, в целом, таких азиатских. Это Путин. После разговора с Си Цзиньпинем решил пообщаться с настоящими российскими промышленниками, с теми людьми, которые пытаются в России что-то создавать, производить. И оказывается, что наша попытка развернуться на восток, торговать с Китаем, это провальная затея. Мы не выдерживаем этой конкуренции. Если вы смотрите наши передачи с Михаилом Делягином, то вы знаете, многократно поднимался вопрос, как, собственно, нам проводить реальное импортозамещение, развивать свою промышленность. Другими терминами, схожими темами мы занимались. Ответ один. Все государства, которые были на таком уровне развития, как современная Россия, они должны были проводить дефширизацию, останавливать отток капитала, ну и, конечно же, защищать всякими пошлинами и тарифами, поддерживать субсидиями местных производителей. Просто так распахнуть двери. Кто хочет, тот с нами и торгуй. Так это не работает. Путин, наверное, был в шоке. Потому что одна из главных тем, которые Путин в интервью Карлсону задвигал, против нас ввели санкции. Так это американцам плохо-то. И против Китая Америка ввела санкции. Это американцам плохо. У России-то все отлично. У нас экономика развивается. У нас все супер вообще. Такер Карлсон не спросил ни про цены на яйца, курицу, бензин, тарифы ЖКХ, уровень зарплат за высчетом военнослужащих. А вот теперь еще российские ученые пожаловались на экономическую политику Китая. Как неловко выходит. Вот такое ощущение реально, что Путиных много, и каждый общается со своей аудиторией. Вот кто-то более-менее знает правду, а кто-то рассказывает про половцев, печенегов и прочее счастье. Ограничения в мировой науке вводят люди неакадемического ума. Пытаться запретить общение ученых невозможно и нелепо, заявил Путин. Россия всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых, отметил президент РФ. Это точно президент России сказал? Президент России в курсе, что у нас есть серия ученых мирового уровня, которые наши статьи отправляли в международные издания, выступали, например, на китайских, турецких, иранских конференциях, и за это были признаны не просто иностранными агентами, обвинены в предательстве Родины, в сливе секретной информации получили уголовные реальные сроки. Путин в курсе этих историй или нет? Это кто создает ограничения в науке? Это кто такие люди неакадемического ума? Может быть, это наши серьезные руководители? Смысл не в том, чтобы кого-то догонять или копировать в науке. Мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. В чем мы в числе лидеров? Где? В умении уйти от неудобных вопросов. В России есть примеры успешного сотрудничества науки, государства и бизнеса. Один из них – выведение собственной мясной породы кур, заявил президент Р.В. Путин. По его словам, этого удалось достичь после фактического провала утраты в отрасли отечественной селекции в 90-е годы прошлого века. Грандиозный успех российских ученых и селекционеров, подчеркнул Путин. «Ага! Если у нас вывели свои классные породы кур, то почему цена растет со значительным опережением инфляции не только на яйца, но и на мясо кур? Почему закрываются целые птицефермы?» Путин, ну вот, не в курсе или что такое. А теперь внимание. Все же спичрайтерам и аналитикам президента надо быть аккуратней. Во-первых, нужно перестать все списывать на 90-е. С тех пор прошло 24 года. Если за это время не смогли что-то улучшить и восстановить, то возникают большие вопросы к тем, кто правил все эти 24 года. Во-вторых, надо дружить с конкретными фактами. Отечественный кросс-кур бройлеров был загублен не в 90-е, а в 2010-е при Путине. Официальная парламентская газета сообщает, «Еще в 2005 году у нас отечественный племенной материал, а точнее кросс-семена-6, занимался в структуре отечественного бройлерного производства 56%. А до этого, еще во времена СССР, существовало множество других кроссов. Конкурент, Россия, большевик и так далее. Все они вместе занимали 95%. Что было дальше, прекрасно известно. Государственные племенные птицеводческие заводы, прежде имевшие строго бюджетное финансирование, этого самого финансирования лишились и закрылись. Мы в итоге перешли на массовую закупку племенного материала. Это при Путине были уничтожены советские популяции, виды кур. А теперь он рассказывает, какого успеха мы добились. Ну, бурные аплодисменты. Путин предложил удвоить размер выплат академикам Российской Академии Наук. Они ежемесячно будут получать 200 тысяч рублей. То есть, смотрите. Студент. Молодой ученый. Доцент, кандидат наук. Уже надо диссертацию защитить. Я вот никак не защищу. Доктор наук, профессор. Член-корреспондент Академии Наук. Это уже член, корр, это уже прям величина. И совсем звезды. Это академики. То есть, на всю страну, на десятки, сотни тысяч ученых, разных самых сотрудников, преподавателей, просто звездочки. Небольшое количество, как депутатов Госдумы. 450 академиков меньше. В Академии Наук по 200 тысяч рублей. У депутатов Госдумы в два раза больше зарплата. Но депутатом может стать любой. А академики в Советском Союзе получали зарплату, как министры. Потому что настоящая наука должна менять страну. Она рассказывает, так, ребята, вот это мы делаем неправильно. Мы провели исследование, надо делать вот так. Опа! У людей больше еды, лучше здоровья, лучше образование, лучше эффективнее производство. Какие-то новые технологии внедряются. 200 тысяч рублей. По нынешнему курсу это 2 тысячи долларов. Оказывается, самая высокая средняя зарплата. То есть и зарплата начинающих ученых и именитых академиков в Канаде. Она составляет 86 тысяч долларов в год. Или же 7 тысяч 200 в месяц. Чуть меньше оплата будет в США, Австралии и Великобритании. 72 тысячи долларов в год. 6 тысяч долларов в месяц. Или 2 тысячи долларов в месяц. Почувствуйте разницу. Путин отщедрот. Академикам в три раза меньше зарплаты, чем у коллег из Америки, Британии, Австралии и еще меньше, чем в Канаде. Но это же какое-то позорище. Рассказывает про то, что нельзя ограничения в науке вводить. Оказывается, Россия очень активно вводит разные ограничения. Рассказывает о том, что мы кур, кросс-кур вывели. Оказывается, больше сломали, чем сделали. Зарплата академиков – это вообще слезы. Переходим ко второй теме дня. Ситуация на Украине. Президент Украины Зеленский. Через неделю непонятного оттягивания конца. Зеленский встретился с Залужным. После встречи министру обороны Украины Умеров заявил о смене руководства украинской армии. Залужный отправлен в отставку. Сырский стал новым главнокомандующим украинских вооруженных сил. Он уроженец Владимирской области России. Выпускник Московского общевойскового института. Русский. Главком вооруженных сил Украины. И многие прям радуются. Вау, ура, успех, русский. А чему вы радуетесь? Вам не хватало других напоминаний о том, что у нас тут братские народы воюют, родственники друг с другом воюют насмерть? А вы не думали, что это всего лишь такая ситуация, когда именно на русского повесят всю ответственность за провал? То есть, если сейчас что-то пойдет не так, украинским жителям, украинскому обществу обязательно внушат. Ребята, так это все потому, что русских надо ненавидеть. Понимаете, сейчас ненависть между нашими странами, народами, обществами посеяна очень глубокая. Насколько глубокая? На 10 лет, на 20 лет ее хватит. Вот если сейчас Украина будет нести еще поражение, терпеть поражение, и они будут рассказывать, да это потому, что сырский, при залуженном хорошо, а сырский-то какая сволочь, это потому, что русский. Его имя станет нарицательным. И вот эта вот глубина ненависти, она продлится, например, не 20 лет, а 30 лет. Так что грустно все это, товарищи. Ну, это мои фантазии, мои предположения. Я просто призываю на ровном месте не радоваться особо. Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович, храни вас Бог. Мы никому не позволим шутить с Россией, Рамзан Кадыров. Вся суть Украины в одной фразе, Жириновский. В чем единство этих трех картинок? Оказывается, все эти три картинки отмечает лайками в одноклассниках мама Сырского. Мама Сырского все еще живет во Владимире. С плакатами ходит на бессмертный полк. Да, его мама и его брат живут в России. И являются, ну если не совсем путинистами, но являются такими типичными жителями нашей необъятной матушки России, в том числе и какие-то фразы Путина, и Кадырова, и Жириновского производят на людей впечатление. Но они с Сырским не общаются. Откуда радость? Зачем радость? Непонятно. Кому не хватает радости, вы обязательно приходите завтра на наш стрим Добрых Новостей. Уже будет четвертый стрим. А вы еще ни одного не видели. Как так? Вот нарыли наблюдатели. Гражданин Пригожин. Оказывается, об этом всем предупреждал. Одный состав. Хотя есть информация, что и Залужного уже с нами нет, там еще какое-то количество. И, конечно, это позитивно сказывается для нас на ход операции. Но не будет Залужного, будет Сырский. Не будет Сырского, будет другой. Потому что главное, что они не делают, они не кастрируют сейчас своих лидеров. Да, Евгений Пригожин давным-давно говорил, что за Залужным придет Сырский, а за Сырским придет кто-то другой. Поводов для радости нет никаких. Новый главком ВСУ Сырский крайне непопулярен среди военных, которые называют его мясником и генералом 200. Сообщила газета Политико. По словам собеседников газеты, военные дали Сырскому прозвище за его склонность рисковать жизнями своих солдат. Сырский непопулярен среди военнослужащих, приводит свое мнение Политико, поскольку возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском, Бахмут, где погибло много солдат в СУ. Сообщают, что Сырский человек, который все делает, что ему приказывают. Зеленский прикажет всех отправить на убой. Он так и сделает. Мясник. Чему радуемся, товарищи? Чему радуемся? Что наш братский народ, люди, которые на фронт не хотели, кого насильно запихивают в машинки эти военкоматские, насильная мобилизация на Украине очень активно осуществляется. Вот этому мы радуемся, что их теперь все меньше и меньше будет. Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы насчитывают почти миллион человек, и большая часть из них не почувствовала фронта. Надо, чтобы все прочувствовали, да? Это что он имеет в виду? Он собирается всех бросить в последнюю решительную атаку, чтобы окончательно в истории остаться как кровавый Вова? Зеленский присвоил звание Героя Украины главе ГУР Минобороны Украины Буданову, ранее признавшему причастность Киева к терактам на территории России. Это слава богу, что на этой неделе Буданова наконец-то включили в список экстремистов и террористов. А Зеленский ему медальку вручает. Ну, сюрреализм момента зашкаливает. Чем, между тем, занимается украинское общество? Празднуют, что на Западной Украине люди в балаклавах с автоматами вытолкали священников из храма и теперь это храм не Украинской Православной Церкви, а Православной Церкви Украины. Не УПЦ, а ПЦУ. У них там продолжается религиозная война. Ну, для российских пропагандистов это очень выгодно и удобно. Такер Карлсон в своем интервью довольно много спрашивал на тему «А вот что такое для вас быть христианином, консервативным лидером? Ведь Россия, Украина, православные страны, там трали-вали». А Путин говорит «Вот, на Украине-то там все притесняют, запрещают, трали-вали». Да, да, в этом есть удобности, удобные материалы для российской пропаганды. Будут ли они использованы, мне кажется, уже от Соловьева нечего ожидать. Чиновники американские на условиях анонимности признают, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой «Патриот», пишет «Нью-Йорк Таймс». Я напомню, что он был сбит над российской территорией. Здесь это очень важный момент. Мало того, что это были украинские военнопленные, самолет был сбит над российской территорией. По многочисленным официальным заявлениям Америка запрещает применять свои серьезные вооружения на территории России. Какие-то там собранные в гараже беспилотники запускайте куда хотите, но наши вооружения использовать нельзя. Может быть, сейчас дойдет ситуация до того момента, когда будет очевидно, ну, ё-моё, Зеленский вообще отбился от рук. Говорят, что и американцы были против отставки залуженного, а его отправили в отставку. Они против использования боеприпасов по российской территории, а они все равно используются. Может быть, они сейчас поймут, что надо что-то делать. Ну и как бы. ВСУ пытались атаковать нефтебазу «Стальной конь» филиала «Транснефть Дружба» в Орловской области. Один из сбитых ночью дронов по данным ШОТ упал на территории предприятия. За несколько часов до этого неподалеку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге. Продолжаются попытки сорвать российскую энергетическую структуру, удары по нефтебазам, нефтеперабатывающим заводам. Причем нельзя сказать, что это что-то новое. Друзья, год назад, полтора года назад наносились удары по нефтегазовому сектору в Ростовской, Брянской, Белгородской областях. Били по компрессорным станциям, которые еще в Европу газ посылают. Это было неоднократно. Еще год назад были официальные заявления, типа, ой, по нам прилетает так много дронов, наверное, бизнес... Нет, это было не год назад, это было в конце весны, когда еще по Москве ударили беспилотниками прям по Кремлю. По Кремлю ударили беспилотники, озаботились, что надо все-таки с этим что-то делать, и тогда сказали, апрель или май или июнь это было. А кто-то из чиновников официально сказал, ребята, пусть сами корпорации обеспечат себя вот этими защитой от дронов. Мы видим эффективность частных собственников. Мы видим эффективность этой политики. Когда вооруженные силы не могут обеспечить нашу безопасность, должны обеспечить сами, и заканчивается это то обвалом на шахте, то у них вечная мерзлота подтаяла, и поэтому 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлилось в акватории Северного Ледовитого океана. Ну, или вот, пожалуйста, взрывы пожара на Ильинском НПЗ Краснодарский край после атаки беспилотника под Пермию загорелся грузовой поезд, предположительно после взрыва на газопроводе. Полыхают три цистерны, огонь перекинулся на жилой дом неподалеку. Какое совпадение? Взорвался газопровод! Прямо когда мимо проезжал грузовой поезд, ничего не напоминает, когда была атака на Керченский Крымский мост. Там тоже произошел взрыв, и взрыв этот хорошенечко зацепил товарный поезд, поэтому повреждений было еще больше. А что это такое? А это почему не заявляют, что это теракт, это то, сё? Догадывайтесь, как хотите, что называется. Количество пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае увеличилось до 7 человек, двое из них дети 6 и 11 лет, у раненых ожоги, рваные раны, отравление угарным газом, пожар в жилом многоэтажном доме на улице Черняховского на севере Москвы, площадь возгорания сначала была 300 квадратов, позже 4000 квадратных метров, перекинулся огонь даже на соседний дом. Обратите внимание, кто смотрит, следит за мной, за новостями, отдельный факт ни о чем не говорит, но когда мы из недели в неделю слышим одно и то же, ночью, в ночной тиши, когда надо сало перепрятать почему-то склады, производственные предприятия, торговые центры, рынки, жилые дома, возгораются и возгораются, у нас почему-то сейчас модно стало Шария в этом обвинять, хотя я вам объяснял, если Шарий чему-то там и причастен, ребята, вот эта серия пожаров началась до того, как у Шария случился конфликт по теме криптовалют, и если вы этого не заметили, это не значит, что этого не было. В горящем доме случилось обрушение чердака, пожар площадью 300 квадратов в Ангаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, 9 февраля в 5 часов 43 минуты ночи, сообщение о пожаре по адресу, вот это что такое? Что? Какие работы проводились пол шестого утра в Ангаре? или это был поджог? Ну, тут не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что по всей России продолжаются диверсии. Слава Богу, Патрушев сказал, что да, участились случаи тролливали, кто не видел позавчерашнее видео, посмотрите. Все мы уже по полочкам разложили 50 раз. Но я не слышу каких-то реальных шагов от нашей власти. Граждане, проявляйте бдительность. А давайте мы перенастроим наши камеры видеонаблюдения. У нас в Москве все в камерах. На каждом подъезде камеры висят. Какие-то непонятные люди подожгли дом посреди ночи на севере Москвы. Почему мы еще их не нашли? Ну, это, ну, что это такое? Пермский край. В Куиндинском округе из-за ночного ЧП оказались повреждены линии электропередач, питающие водозаборные скважины. Из-за следственных мероприятий доступ к ним ограничен. Жители нескольких домов без водоснабжения местом организовали временный набор воды. Очередная драка на складе Вайлдберрис в электростали. Это вообще уже обычная история. Одна драка закончилась, массовая. Тут же начинается еще одна. Вообще это страшная история, знаете, вот я сегодня встречался с людьми. Одна из вещей, которые обсуждали, не хочется врагам подсказки какие-то давать. Ну вот были уже в нашей недавней истории ситуации, когда, ну например, в Узбекистане, да или на территории России, не дай бог, кто-то не просто драку устроит, а насмерть зарежет или забьет одного или нескольких граждан другой национальности. Вы знаете, еще будет кровная месть? Люди по всей России будут находить, для нас они все приезжие, а между собой азербайджанцы, узбеки, киргизы, казахи, там куча народов, и они будут искать тех, кого надо зарезать здесь и сейчас. То есть, это страшно, это будет на наших улицах. То есть, если какие-то цепсошники или там МИ-6, ЦРУ захочут раскачать ситуацию в России, перед крупным исламским праздником, когда они все будут тусоваться, кучковаться, толпами собираться в районе мечетей, и вбросить информацию, что есть повод для кровной мести, как на Вайлдберрис, вот они начали драться, двое начали драться, потом 200 начали драться, несколько сотен человек, массовое побоище, уже их разогнали, нескольких человек в армию отправили, нескольких человек депортируют нелегальных, они опять дерутся, они не могут остановиться, это страшно. 15 человек доставили в военкомат, вот, автобусный саботаж, водители отказались выходить на маршрут в Хабаровске, накануне появилась информация, что на маршруте 88 водители мигранты не вышли на линию внимания, вы знаете, что мой канал это левопатриотический оппозиционный, умеренно оппозиционный канал, я поддерживаю забастовки, которые касаются оплаты труда, рабочего расписания, разных притеснений по трудовому законодательству и так далее, в чем причина здесь, мигранты не вышли на линию из-за того, что им запретили принимать платежи от пассажиров переводом, то есть еще раз, заходит человек в автобус, он имеет право оплатить проездным, картой, переводом, наличкой, если у человека все деньги на карточке или он купил проездной, он имеет возможность это использовать, мы многократно с вами обсуждали, что это большая проблема, что водители диаспоры устраивают всякие серые, черные, мутные схемы, чтобы не платить налоги, обирают людей, высаживают их посреди промзоны какой-нибудь, потому что у него проездной не срабатывает, или карточка не срабатывает, или перевод он не может сделать, который вообще незаконный, а теперь выясняется, что они настолько недовольны, что вообще отказываются работать, как вам такой поворот, ну что, ребят, готовы будущее с Росмолодежью строить, вот это Росмолодежь, вот у нас много говорят, молодежь наше будущее, надо заниматься образованием, воспитанием, просвещением, патриотизм, движение первых, юная армия, всего хватает, организация насоздавали массу, внимание, друзья, посмотрите внимательно, плакаты, вся Москва ими завешена, Всемирный фестиваль молодежи 2024, 1-7 марта, федеральная территория, Сириус, славянская девушка, дальноазиатский паренек, ближневосточная девушка, я не знаю, как это правильно называется, честно, надо, наверное, пройти какой-нибудь курс культуры, исламской культуры, никап или хиджаб, что это такое, девушка в платке, во многих странах Средней Азии такие платки вообще запрещены, в России разрешены, а в тех странах запрещены, это что такое за призывы для нашей молодежи, что за предложение, Россия одно из самых безопасных мест для евреев в мире, здесь евреи могут свободно жить и соблюдать свои традиции, и в этом есть заслуга президента Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости вице-президент российского еврейского конгресса Герман Захарьяев, мы видим, что не только градус антисемитизма значительно снизился, но напротив, в молодежной среде даже стало модно быть евреем, евреем быть модно, а русским модно быть, что-то кроме песни «Я русский» у нас есть по этому поводу, евреям в молодежной среде стало быть модно, потому что можно получить паспорт и свалить от мобилизации, евреям быть модно, потому что можно из России свалить. Эти люди подрывают демографическую безопасность России и гордятся этим. Друзья, ну что за просто абсурд! Поэтому потерявшему берега и остатки совести активисту, которого оскорбил один из главных памятников Великой Отечественной войны в России и мире, плачет статья УК за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ. А если обвинение постарается, то ему до кучи впаяют реабилитацию нацизма, фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Великой Отечественной войны. Вот о чем видео. Не знаю даже насколько это опасно или безопасно включать у себя в эфире, ну давайте послушаем. Мы знаем где начинается родина. Это и семейные традиционные ценности, это мужество наших отцов, это те жертвы, на которые шла наша страна. Пообщавшись с духовенством мусульманским, с русско-православной церквью, с представителями и с жителями Долгограда, я прихожу к такой мысли, что с кем-то пообщался. Понимаете, как это делается вот нормально? Бумага и под этой бумагой священник такой-то, муфтий такой-то, там общественная организация, там жителей Волгограда такая-то. Подписи, что люди говорят, да, мы это мы поддерживаем, потому что вопрос очень серьезный. речь о монументе Родина-Мать. Очень серьезный, крайне серьезный символ. Из них ни один человек недоволен тем, что статуя нашей Родины-Мать выглядит именно вот так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, и поэтому я обращаюсь к президенту нашей страны. Знаете, что, скорее всего, произошло, он решил хайпануть. Сейчас традиционные ценности, запреты всех этих гей-вечеринок, там, ЛГБТ пропаганду запрещают, все, все, ужас, экстремизм. И он такой, блин, хочу прославиться, давайте мы у Родины-Матери сделаем более какую-то аккуратную одежду. У нее там, видите ли, соски проглядывают через одежду. Надо это все прикрыть, надо Родину-Мать переделать. Ничего себе. Он там с кем-то непонятно кем пообщался, мы должны ему на слово поверить. И все, он там с кем-то пообщался, и Родину-Мать надо переделать. Один из главных символов Великой Отечественной войны. Я даже не хочу вдаваться в эти детали, почему Родина-Мать так выглядит. Знаете, в центре Лондона стоит памятник Оливеру Кромвелю, который казнил там какое-то безумное количество, это современник Ивана Грозного, но который в тысячу раз больше людей укокошил, чем Иван Грозный. Там чуть ли там не 10% населения Англии вымерло. Безумное количество. Ну вот представьте сейчас в России современный там 15 миллионов человек бы вымерло. Ну это жесть. А ему памятник стоит. Значит ли это, что современные англичане должны поддерживать Оливера Кромвеля? Что он им нравится? Нет. Смысл в другом. Это история. Когда-то так было. Когда-то так было надо или не надо, но это наше наследие. Кто вы такие, чтобы переделывать нашу, переписывать нашу историю? Граждане хорошие. Какие-то священники, какие-то муфки, какие-то жители Волгограда. Что это за бардак? У нас по такому же принципу замазывают кресты на купюрах денежных или на школьных всяких картиночках. А что, крест? Подумаешь, купол же нарисовали, а крест уже не обязательно. Следующий шаг недостаточно получилось скромненько. Давайте мы этой родине-матери платочек добавим, а потом паранджу добавим и платье в пол. Ну, кого-то же ведь смущает. Это Расул Ахияреддинов. В Москве задержали блогершу из Самары, которая щекотала родину-мать. Полгода назад была такая история. Некая девушка снимала видео, по ее мнению забавное, где на фоне стоит родина-мать, девушка делает вид, что подносит руку и некие жесты себе позволяет. Девушка свалила из страны и поняла, что у нее тут угрозы есть. Сейчас ей понадобилось вернуться. Прямо в аэропорту ее под белорученьки приняли и отправили давать показания. Так просто не забыли. Оскорбление памятникам неинтересно. Исламскому активисту будут какие-то вопросы? Ну, просто интересно. Между тем, средства массовой информации получают, вчера я об этом упоминал, сегодня опубликован список, огромное число исполнителей, которых запрещено пускать, давать концерты. Лолита Милявская, Максим Марлоу, Слава Марлоу, Павел Пиковский, Полина Осетинская, короче, куча людей, половину из которых я не знаю, но Диму Билан, Глюкозу, кто-то тут еще был, по-моему, здесь даже этот есть, Филипп Киркоров, Монгол Шаудан, несчастный случай, очень известные исполнители, все, ребята, запретили им давать концерты, наверное, кто-то еще сможет реабилитироваться, вот, например, сообщают, что Филипп Киркоров возвращается на российские телеэкраны, он будет вести, будет председателем жюри в новом сезоне шоу Маска на НТВ, очень странное шоу само по себе, ну, в общем, кому-то удастся вернуться, но зачистка нашей Богемы продолжается полным ходом, в Москве массово закрывают секс-клубы, отменяют секс-вечеринки, на этой неделе стало известно о закрытии популярных вечеринок Кинки Пати, но вообще-то это не просто вечеринки, на самом деле речь идет о такой организации проституции, то сюда приходят люди, платят денежку и между собой сношаются беспорядочно как-то судя по той информации, которая ходит в интернете, туда заранее несколько приходят продажных девушек, скажем так, или и девушек, и мужчин, а остальные уже как-то там по ходу дела в общем, тут другая статья нужна, это не просто секс-вечеринки, это не просто вечеринки на тему того, как раскрыть свою внутреннюю богиню, как разжечь страсть с супругом, если у вас застарели отношения, ну то есть может быть это было бы даже хорошо для нашей демографии, это не секс-вечеринки, это вечеринки по организованной проституции, регулярные места, где есть предварительно оплаченные вот те самые дамы, так что теперь это просто без комментариев друзья, просто послушайте хотим мы этого или нет, а искусственный интеллект, обрабатывающий огромные массивы наших персональных данных, останется навсегда важнейшим элементом общественной безопасности, понятно, пространство для так называемых гражданских активистов станет меньше, подождите, подождите, что значит хотим мы этого или нет, а наши люди, наше общество, наш народ на территории России, это кто? Мы здесь власть или кто здесь власть? Что значит хотим мы или не хотим, но пенсионную реформу мы проведем, хотим мы или не хотим, но Путин будет президентом, это что за идиотизм? Мурлот, и кто такой, хочется мне спросить. Ведь все общество становится куда прозрачнее, а значит мы даже вплотную приближаемся к персональному социальному рейтингу, когда честное, спокойное, ответственное гражданское поведение. А что по этому поводу думает Никита Михалков, которого тоже часто показывают по России один? Никита Михалков, как вам цифровой рейтинг? Откровенно и прозрачно будут поощряться. Накопил штрафов за скорость, бросил мусор на улице, пришел на несогласованную акцию, утаил налоги. Еще раз, речь не про преступления. Что такое несогласованная акция? Что такое несогласованная акция? У нас в законе нет такого понятия несогласованная акция? Уведомительный у нас порядок проведения публичных мероприятий на самом деле по закону. Вот эта история про согласование митингов это вообще-то внезаконная история, серая схема, дара в законе, которую оставили для себя чиновники. Он не говорит о том, что мы с помощью камер легко распознаем всех нелегальных мигрантов и вышвырнем их, диверсантов, которые ходят по нашим улицам. Мы вышвырнем их. Людей, которые пристают к детям на улицах, к женщинам на улицах, кто, может быть, там, не знаю, сыт в людных местах прямо на улице. Ну, разные есть, конечно, истории. Он говорит про вещи другие, что надо себя вести хорошо, за вами будут установлены жесткие методы контроля. Никита Сергеевич, ну вы уж подайте голос-то. Или что, вы хотите сказать, что это нормально теперь? У нас продолжение вопиющей ситуации, пишет Александра Машкова-Благих. Москва Бескудникова, участник спецоперации, отец четверых детей, вернулся с фронта и выяснилось, что его дети по беспределу помещены в приют. И ни ветеран спецоперации, ни его жена вернут детей не могут. Просто отняли детей. И что хоть что и делай. Надеюсь, удастся эту ситуацию изменить, исправить. Возле Казанского федерального университета дежурит автозак. Вероятно, чтобы защитить Мизулину от неудобных вопросов, Мизулина продолжает ездить по стране. Я вам все хотел показать. Сейчас мы найдем быстренько Мизулина. Мне почему-то все время хочется назвать ее Шизулина. Вчера я уже анонсировал и забыл. Мизулина приехала в Екатеринбург на встречу со студентами в куртке за 319 тысяч рублей. Откуда деньги Катя? Катя, откуда деньги? Расскажи, пожалуйста, на эту чудесную куртку. Сильную такую курточку. Я вам более того скажу. Знаете, что мне эта куртка напоминает? Вот этот косой линии молний, косой разрез что ли, очень похож на форму шамана. Я не буду сейчас еще затягивать ролик, искать вам картинку шамана, но шаман выступает в кожаной такой куртке, там тоже вот такая вот застежка наискосок. Мизулина просто влюбилась в Дронова в лучших традициях, традиционных ценностях, ездит по России, рассказывая студентам, какие они лохи, что не умеют писать доносы, а кто умеет писать доносы, тот красавец. Исключенность предвыборного Шапито Надежди натрекся от своего промоутера, помощника Катса. Это удивительно, конечно, как либералы умеют друг с другом обходиться, уж казалось бы, Надеждин производит впечатление приличного человека. Все видели, что Катс был одним из главных его помощников. Из всех либералов, у нас либералов куча всех мастей, экстремисты, террористы, иностранные агенты, нежелательные организации, вечно друг с другом грызутся. Катс сказал, ребята, давайте попробуем, давайте Надеждину поможем. Катс сказал, Надеждин, давай, давай, и остальные начали подтягиваться. Какой участие в компании принимал Максим Катс? А кто это? А кто это? А кто такой Катс, который денег отвалил на предвыборную кампанию, непонятно откуда взявшихся? Который людей организовал, рекламу в интернете очень хорошую организовал? Вот они либералы. Прокуратура запросила Кириллу Суханову, Ариану Романовскому, Тамерлану Бегаеву 7,5-8 лет лишения свободы. Это помощники связанные, скажем, обтекаемо, связанные с Собчак журналисты. Собчак в аварию попала под Сочи, люди там очень серьезно пострадали. Собчак ничего ей не было за это. Обвиняют в том, что вымогайством занимались через Телеграм. Ребята сядут на 8-7,5 лет, а Ксюша уйдет от ответственности. Современная Россия. В Ростове у замначальника городского отдела борьбы с экономическими преступлениями при обыске нашли 5 миллионов рублей. То есть это только одна взятка. Это не то, чтобы у него там золотые унитазы. Золотые унитазы еще пойдут искать по месту жительства. Это так, на карманные расходы, отдельная взятка. В московской клинике на пенсионера оформили кредит 100 тысяч за физрастворы. Ну, грубо говоря, кровь разбавить, физрастворы. Боже, что происходит с нашей страной? Что люди делают друг с другом? В белых халатах? Какие уроды? Ну, просто моральные уроды. В Хакасии коммунальщикам несколько месяцев не платили зарплату. А как вы? Ну, блин, я не знаю. То есть люди работают на государство, на муниципалитет, а им просто не платят зарплату. Они на что жить должны? В Омске может возникнуть дефицит курьеров. Им резко сократили зарплаты, наверное, чтобы они из курьеров перешли работать в дворнике. Они начинают увольняться. Теперь еще курьеров дефицит. Давайте еще мигрантов завезем, мигрантов не хватает. Когда я увидел эти кадры, мне захотелось материться. Это дедушка с тростью. Он не может идти, он ползет. 21 век. Может быть, он ветеран труда, может быть, он ветеран войны. Это дедушка с тростью. В 21 веке Путин у власти 24 года. Пермь. Это не маленький город. Это Пермь. Не могут почистить снег. На скользких улицах более тысячи воронежцев получили травмы. Сколько из них потребовали материальной компенсации? Если бы наша страна массово шла, писала жалобы, если бы Мизулина не на звезд шоу-бизнеса, блогеров, строчила бы доносы, а на воров и жуликов, вот страна бы поменялась, преобразилась. Но ей это не интересно. Ей интересно на сумочке зарабатывать, хлебалом светить. Чиновник пригласил уфимцев выйти на уборку улиц в выходной день. А что, вам же нечего делать? Зачем вам проводить время с семьей? Идите, убирайте улицы. Семья вот рядом с вами будет. А что, делать же вам больше нечего. Убирайте снег, ребята, с реагентами, с выхлопными вот этими частицами, которые из автомобиля вылетают, с частицами там масла, резины и все остальное. Это прекрасно, прекрасно. Самара. В Самаре кусок дома, фасад отслаивается. Мы таких уже в прошлом году насмотрелись массу. У нас почему-то как что ни зима, ни весна, у нас по всей стране дома расслаиваются. Это что за качество строительства такое? То есть в любой момент рухнет, что будет с людьми, которые живут в этом доме, которые мимо будут идти. Нормально все, не обращайте внимания. Дагестан, врачи республиканского кожи-вен-диспансера жалуются на своего шефа за то, что он специально не ремонтирует лестницу в здании больницы им назло. Мурат Хайрулаев 9 лет заведует больницей деликатного профиля. Подчиненные жалуются на него за якобы необоснованные выговоры, хамства. В коллективе говорят, что главврач назло не ремонтирует лестницу. Одна из сотрудниц упала со ступенек, завхоз сжалился над пожилой женщиной и дал ключи от запасного входа. Узнав об этом, Хайрулаев сменил замки. Ну, видимо, человек стал за врачом не чтобы помогать пациентам лечить людей, а чтобы рубить бабло. И он просто хочет измываться над подчиненными. Ну, так по всей стране это происходит. Надо бороться, друзья. По итогам заседания комиссии Минздрав одобрил расширение перища жизненно важных лекарств пятью новыми препаратами. Наконец-то признали, что что-то не хватает. Люди теперь смогут бесплатно получить российские препараты для терапии рассеянного склероза Тенексия и Ивлизи. Прекрасно. Побольше бы таких новостей. На Коломее заковеды закрывают детские школы и сады. В Казахстане возвращают масочный режим. К чему все это, можно только догадываться. Плохие новости для экологии. Котельных на угле в Новосибирске станет больше. У нас, казалось бы, 21 век. Новосибирск вообще жуткие коммунальные аварии сотрясают. Может быть, пора модернизацию проводить? Пересесть на газ, на мазут? Хотя бы на мазут. Лучше на газ, конечно. Нет, ребята. Уголь. 21 век. Кроме угля топить нечем. Все, подошел к концу выпуск новостей. Спасибо всем, кто остался до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вместе мы сила, вместе мы все преодолеем, обязательно победим. Построим великую, независимую, богатую, счастливую Россию. Участвуйте в бесплатных вебинарах, о которых я рассказывал в начале ролика. Завтра приходите к нам, в субботу утром приходите к нам на выпуск добрых новостей. Это реально позитивные тенденции, которые наблюдаются вокруг нас. не какие-то фейки и сказки Венского леса. Путин, Владимир Владимирович, я мог бы вам рассказывать новости, которые не стыдно потом журналистам передать. Чтобы вы знали, чтобы реально, чем можно похвалиться, похвастаться. Как думаете, возьмут меня на работу в администрацию президента, делайте ваши ставки. Путин, пока не отменишь пенсионную реформу, в АП работать не пойду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...